Медицинские маски сейчас один из самых дефицитных товаров в мире. Такое, казалось бы, простое средство защиты сейчас по-прежнему практически не достать. Пока спекулянты накручивают цены, волонтеры ищут альтернативы. И, похоже, им это удается. Продолжить тему Зумруд Гамедова. В то время, когда одни пытаются нажиться на средствах защиты, продавая их втридорого, находятся люди, у которых сознательность выше стремления обогатиться. Так, общественники начали совершенно бесплатно доставлять медицинские маски в больницы республики. Инициативная группа раздала уже более пяти тысяч масок. Около десяти медучреждений уже получили такую необходимую им сегодня помощь. Благодаря стараниям и помощи вот таких людей, как ребята, которые нам безвозмездно дали в помощь медицинские маски, перчатки, я хочу сказать, что если бы не вот такая добрая инициатива этих людей, мы получили бы сегодня значительно худшие показатели по инфицированности и распространению. Наладить производство многоразовых масок и раздавать их бесплавно решил житель Махачкалы Магомед Крубатаев. О своей идее он рассказал друзьям. И всего за несколько дней парни организовали производство защитных масок. Просто четверо друзей собрались и пришла идея просто помочь медработникам, так как услышали от одного из медработников, что масок не хватает. Собрали небольшие средства и купили ткань, резинки и отдали портным. Потом увидели, что на самом деле острая нехватка во многих медучреждениях города, вообще республики. И уже как бы рассказали друзьям очень много знакомых, предпринимателей, друзей подключились. Спасибо им большое. Мы смогли около 10 тысяч масок уже сшить и раздать больницам города. Сейчас об этой благотворительной акции узнали знакомые инициаторов и изъявили желание подключиться и ими помочь. Ребята уже закупили дополнительно марлю и другие необходимые материалы для изготовления медицинских масок, которые будут доставляться в медучреждения. В планах волонтеров изготовить еще более 3 тысяч индивидуальных средств защиты. Благотворители верят, что только общими усилиями дагестанцы смогут побороть коронавирус и сохранить здоровье родных и близких.